Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в славном турецком городе Трабзони. Этот город находится на Черном море, кто не знает, и мы сейчас его посетили проездом. Мы едем в Анталию, точнее не в саму Анталию, мы едем в город Фитхиен к нашей подруге, которая туда переехала жить, и она пригласила нас туда в гости. Сейчас мы находимся здесь проездом, мы едем из Грузии и решили заехать на Черноморское побережье, посмотреть, что здесь интересного. И заночевали в апартаментах в городе Трабзон. Хочу вам сегодня их показать и немножко рассказать о том, как мы ехали. Я вот думала снимать отдельное видео про дорогу из Грузии в Трабзон или вставить отдельное видео за кадром того, как мы ехали. Но я думаю, что я, скорее всего, в это же прям видео вставлю. Вкратце расскажу вам дорогу. Вчера мы перешли границу, переход был со стороны Боржоми, а не со стороны Батуми. Это очень маленький переход, мы его очень быстро прошли. Я его рекомендую всем, кто не боится серпантинов, потому что серпантинов потом очень много. Очень сложная дорога после этого перехода уже на турецкой стороне, но она необычайно красивая. Дорога через этот переход очень интересная, потому что она вначале идет по Высокогорью, и там одни пейзажи. Потом вы спускаетесь с плата Высокогорного вниз, в долину реки, и там другие пейзажи. Там нереально просто альпийские пейзажи, красота невозможная. Виды открываются там на десятки километров в разные стороны. На Высокогорьях это плата, там нет деревьев, там такие тоже какие-то марсианские пейзажи необычные. Но есть населенные пункты, есть даже заводы. Я там сняла такой какой-то необычный завод, прям вот на высоте выше двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Потом вы съезжаете вниз, открываются какие-то курорты горные. Это тоже все очень интересно. Потом мы ехали по долине горной реки, и в итоге мы выехали в город Хопа, или это поселок. И потом мы уже поехали по побережью от Хопа сейчас до Трапзона, и поедем потом дальше по побережью до города Самсун. А потом мы должны повернуть к центру Турции и заехать в Каппадокию, да, по пути на юг. Дорога интересная, разнообразная. Руслан, как водитель, конечно, себя проявил в очередной раз, очень вызвал мое восхищение, потому что все-таки по серпантинам ехать это сложно, это достаточно медленно. Но плюсом то, что дороги очень хорошие, и было мало машин на серпантинах. То есть таких проблем, как вот когда мы проезжали серпантины от границы с Северной Осетией в Грузию, вот на грузинской стороне серпантины были сложные тем, что там ехали большие фуры, и был очень сложен обгон, потому что всего две полосы, то есть в каждую сторону по одной полосе. Здесь такого не было. В Турции грузовики по этому переезду не ездят, сам переход границы очень простой, поэтому дорога, в принципе, интересная, если вы никуда не торопитесь. Мы вот не торопились, и мы увидели столько всего. Когда мы съехали уже в долину реки, там нам открылось огромное озеро, оно очень было длинное. Вдоль него были огромные высокие такие горы, невероятной красоты, очень мало машин, практически нету. Одно время ехали по каньону реки, и это напоминало, я не знаю, пейзажи США, потому что там просто были такие отвесные красные стены у этого каньона, там чуть ли не как каньон Колорадо. Это очень все наполняет такими впечатлениями. Я много где путешествовала, я много по каким странам ездила на автомобиле, но я такого вот не видела, то есть на квадратный километр количество впечатлений просто зашкаливало. То есть когда мы к вечеру доехали до Трабзона, у нас было ощущение, что мы из Грузии выехали неделю назад, столько было впечатлений. В Трабзоне тут было сложновато найти отель, мы его на Букинге зарегистрировали, но долго мы колесили, потому что как-то навигатор нас странно вел. В итоге был такой прикол, когда мы приехали, ну это апарт-отель, это апартаменты, они с кухонькой, когда мы приехали и пошли на регистрацию, выключился свет, причем позвонил даже владелец отеля и стал нам объяснять на английском, что вот свет выключился во всем городе. Но мы сказали, для нас это не проблема, нам все равно надо где-то поселиться на ночь, потому что нам нужно поспать. Вот, и мы уже как бы собрались в темноте, даже там включили фонарики, сходили, посмотрели номер, пошли забирать вещи из машины, и в этот момент свет включился. Как нам объяснил владелец, свет выключался во всем городе, то есть какая-то была проблема, но она быстро решилась, в течение где-то, наверное, минут 20, слава богу. Сейчас я вам покажу, что тут за апартаменты. Апартаменты, апартаменты достаточно дешевые для Турции, то есть для Турции где-то 1400 они стоят в пересчете на рубли. Мы не знали, что это будут апартаменты, мы думали, что это просто номер. Хотя мы, в принципе, стараемся везде снимать с мини-кухни номера, потому что мы готовим еду себе, кушаем то, что мы готовим. И когда мы сюда зашли, увидели мини-кухню, мы очень удивились, потому что по фотографиям на букинге мы не поняли, что здесь есть мини-кухня, но это был такой приятный сюрприз для нас. Вот, номер очень большой. Помещение, наверное, комната одна только метров, ну не знаю, наверное, метров под 30, если вот считать вот эту мини-кухню. Причем при входе тут... А, тут очень много мебели, я бы сказала, наверное, даже лишней мебели достаточно много, но жизнь так над нами немножко пошутила, хорошо. Мы до этого все, что снимали, там, в России, в Грузии, все было без рабочих столов. Вот, и Руслану надо было поработать в интернете, он там за кухонным столом работал, в этом у нас вообще не было рабочего места, в Боржобе, когда мы жили. Вот, а Руслану все-таки надо к пути как-то поддерживать наши сайты. Я бы тоже не отказалась порисовать, но пока у меня времени не остается порисовать у вас в путешествии, потому что очень интенсивные переезды и новые места, все-таки надо что-то посмотреть. Так вот, в этом, в этих апартаментах аж три рабочих стола, вот, это как в насмешку, да, чтобы мы могли там рассесться, разложиться, но именно сегодня мы уезжаем очень рано, а вчера мы приехали очень поздно, и, конечно, поработать времени совсем нету. Ну вот, интересно, что тут при входе есть еще одна, как бы, кровать для третьего лица, да, то есть это номер, как бы, семейный считается, тут можно втроем возместиться. Такая вот небольшая наспальная кроватка в альтере, первый рабочий стол, потом, вот еще два рабочих стола, и вот такая большая двуспальная кровать, которая стоит несколько странно по отношению к телевизору. Мы уже в дороге как-то так подсели на просмотр плазменных телевизоров, и обрадовались, с одной стороны, но с другой стороны, поняли, что смотреть его, ну, никак не получится, потому что кровать отвернута просто от телевизора, и логично было бы тогда ее поставить как-то спинкой, все-таки сюда или плазму по-другому повесить. В общем, странновато она висит, наверное, надо смотреть это, сидя на кресле. Да, вот по креслу садись и смотри телевизор. Три шкафа, три больших шкафа, три стола, то есть по количеству человек, да, три человека в этом номере должно жить, значит, три шкафа, три стола рабочих, а вот такой обеденный столик, и получается вообще всего четыре стола, все-таки это как бы, наверное, не иначе, как шутка жизни, да, по отношению к нашему запросу. Кухонька. Кухонька такая маленькая, но все есть в ней, очень удобно, вот когда она такая небольшая, холодильничек есть, там ложки, вилки, тарелки, вытяжка даже есть организованная, это удобно, не везде есть вытяжки в апартаментах, и иногда, когда ты что-то варишь, да, неприятно, что влажность идет. Вот такой туалетик, да, вот там и задвигаются дверки со стеклом, с темным, ну, в целом все нормально, все хорошо. Еще очень большой балкон бонусом, вот, на балкон, пойдемте, выйдем. Очень большой балкон, два кресла, можно сидеть, созерцать утром, Гурслав пил кофе сегодня радостно, я какао на этих лестницах. А вид открывается во внутренний дворик, ну, такой внутренний дворик, там есть зелень внизу, домишки, в принципе, невысокие, поэтому чувства задавленности нету, ну, и никаких практически звуков не было, вот только сейчас люди начали просыпаться. Мы встаем обычно раньше всех, не даем спать всем соседям, я шучу, конечно, мы очень тихо себя ведем. Так что, вот так мы поселились в этот раз. Жалко, что мы тут совсем мало времени, да, проведем в этом номере, потому что мы решили ехать дальше сейчас быстро. У нас достаточно, как это сказать, плотный график перемещений, потому что Турция страна все-таки очень большая, в ней очень много всего интересного, и мы хотим по максимуму посмотреть, вот, проехав ее с севера на юг. Так что оставайтесь с нами, я вам покажу еще много всего, что мы будем видеть сами по пути. На этом прощаюсь, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова